приветствую вас сегодня вы посмотрите такой небольшой брок я думаю что вам пригодится способ который я вам покажу для вырезания каких-то ровных тюбиков предположим вот такой формы да то есть каких-то таких предметов где у вас есть в основании овалы и ровные бока значит покажу пример вот на этом тюбике и для этого вырежу его на новый слой чтобы нас ничего окружающее не отвлекало и ctrl-j копирую слой подложу белый фон и теперь нам нужно зафиксироваться на этом слое и вытянуть линейки напоминаю что линейки находятся в закладке просмотр и вот здесь написано линейки должна стоять ваша галочка и также уточню что если вы по линейке щелкните правой клавишей мыши то здесь вы можете поменять единицы измерения линеек у нас пикселя это не принципиально важно просто уточнила вам где вы это можете менять итак нам нужно вытянуть линейки из левой из левого края и найти боковые стороны нашего тюбика также мы можем этот тюбик запаковать в смарт-объект и попробовать его если он например в наклоне до находится на скане то можно его немножко повернуть подогнать под направляющие чтобы он был ровно по оси и вертикален итак мы выровняли по осям можно даже вот эту направляющую немножечко линейку еще подтянуть да вот так меня устраивает и что мы делаем дальше мы берем инструмент прямоугольная область и выше повыше чем наш тюбик и захватываем примерно на направляющей но чуть-чуть как бы за ее пределами и вы почувствуете как примагничивается вот это выделение к направляющим как изнутри слева да так и изнутри справа попробуйте вот так потягайте она прямо магнитится и нам нужно чтобы весь тюбик в эту выделенную область попал отпускаем и нажимаем control j то есть вырезаем эту часть прямоугольную на новый слой давайте посмотрим как это выглядит подложим под эту часть мы подложим пожалуй черный фон чтобы было нагляднее и вы видите что у нас четко вырезалось по бокам да теперь нам нужно вырезать красивые овалы наши да по раскрытию чтобы они были ровные симметричные мы отключим сейчас черный слой и возвращаемся на наш основной слой с этим предметом и теперь уже берем инструмент овальная область нам нужно приблизить максимально вот так достаточно сильно и теперь смотрите примерно ловите где находится вот эта направляющая и также нажимаете левый клавиши мыши и видите направляющая стала такой сиреневеньким цветом значит мы попали четко в саму направляющую да пиксель в пиксель и тянем вправо до соприкосновения с другой направляющей и видите тоже она стала фиолетовой значит вот этот овал у нас четко по направляющим да по ширине и теперь мы можем вытянуть вниз раскрытие овала найти которое нам нужно и ничего страшного если овал у вас вот сейчас он у меня ниже чем заканчивается сам предмет это не страшно нам главное поймать степень раскрытия овала и попасть в эти направляющие да видите вот она фиолетовая становится значит вы попали в направляющую она также магнитит к себе отпускаем клавишу и теперь мы нажатием клавиши двигаем вверх этот овал настолько насколько нам нужно и теперь находясь на слое до основном который мы изначально вырезали нам нужно опять же нажать control j вырезать этот овал на новый слой и давайте включим черный слой и посмотрим пока мы пока выключим то что мы вырезали прямоугольником и у нас вырезался вот такой овал замечательно включаем остальное выключаем черный слой и теперь нам нужно вырезать еще нижний овал также да берем овальную область и стараемся попасть примерно по направляющей вот она примагнитилась также до следующей тянем ищем раскрытие овала и возвращаем да если не поймали раскрытие овала можете отменить control d снять выделение и попробовать еще раз можете изначально взять немножко выше точку чтобы овал прям понастроить в общем приспосабливайтесь кто как может как говорится и здесь мы тоже нашли этот овал возвращаемся на слой изначальный да на тюбика и нажимаем control j и также вытягиваем это над черным слоем теперь включаем черный фон и мы теперь будем работать только вот с этими слоями которые мы вырезали нам нужно найти слой который мы вырезали первым да то есть тюбик который мы вырезали прямоугольной областью и взять теперь нам нужно стирательную резинку ластик настроить кисть на жесткость и в пикселях если у вас вдруг не показывает кружочек какая какой диаметр кисти да значит вы скорее всего нажали caps lock caps lock убирает вот этот вот кружочек диаметр вот я сейчас нажимаю caps lock да и мы чуть поменьше сделаем и возвращаемся на этот слой и смотрим вот так вот стираем и видите у нас этот слой с овальчиком он остается да то что лишнее мы убираем но будьте внимательны сейчас я еще поменьше сделаю диаметр вот если вы здесь перестараетесь видите уже можете стереть сам флакончик уже за овалом поэтому внимательно смотрите что до какого момента у вас идет вот здесь соприкосновения и так же соответственно с этой стороны да то есть можно переусердствовать и стереть не нужно главное эти слои не двигайте пока ничего не двигаем все должно быть вот так было ничего не двигаем мы здесь мы зачистили и теперь идем вниз и по такому же принципу да мы зачищаем по овальчику и зачистили и так теперь у нас получился такой с красивыми до контурами предмет но конечно нам нужно его еще дорабатывать и теперь вы можете давайте я вам наглядно покажу я сейчас уберу направляющие они нам больше не нужны я сейчас вам наглядно покажу как это выглядит да если я например выключу овальчики вот у нас такой погрызенный вверх и погрызенный низ получается но с овалами все нормально поэтому мы вот эти слои два овала и прямоугольник выделяем нажимаем правой клавишей и нажимаем объединить слои и теперь у нас это один слой который и с овалами все да то есть он объединился в один флакончик теперь нам нужно его закрепить и доработать штампиком да то есть если здесь что-то осталось то мы дорабатываем это уже так сказать дело техники также соответственно вы можете разбить этот объект на несколько частей и вот здесь тоже овалы красиво вырезать и потом это состыковать доработать штампиком и так далее я вам показала вот сам принцип этого процесса так сказать поэтому смотрите здесь кстати у меня немножко съехал овал видите на один пиксель влево да нужно быть внимательным и не допускать такой ситуации вот наглядно вам показала когда можно может съехать нужно было внимательнее вырезать этот овал и более аккуратно его подводить под направляющие таким же образом можно вырезать любые предметы которые имеют в основаниях овалы да какие-то круги то есть иногда можно вырезать предметы несколькими частями то есть вырезать сначала эту часть какими-то геометрическими да фигурами потом вторую часть какими-то геометрическими фигурами и так далее главное понять принцип работы с этими инструментами в данном случае так далее Продолжение следует...